Новый спортивный сезон, а с ним новые жаркие схватки, блестящие победы и досадное поражение. У дзюдоистов традиционный ежегодный турнир памяти тренера-преподавателя Михаила Заяца. Здесь впервые пробуют себя на татами и оттачивают мастерство начинающие перспективные спортсмены. Причём не только Кировской области. За звание лучших в этот раз боролись также гости из Татарстана, Коми и Удмуртии. Если у меня получится выполнить кандидата мастера спорта, желательно до 18 лет, то я поеду поступать после девятого класса в Санкт-Петербург. Там спортивно учились. Святослав Перминов в этот раз не испытывает волнения участника перед выходом на татами. Он на турнире под руководством наставников учится быть справедливым и внимательным судьёй. Мне кажется, самые сложные, спорные моменты. Там, где вроде бы кажется, делают один, а в итоге они падают вдвоём. Вот это, можно сказать, самое сложное. Слободская школа дзюдо славится своими воспитанниками. Наши дзюдоисты среди самых сильных и перспективных спортсменов, в том числе и на этом турнире. Тренеры возлагают на них большие надежды. Где-то радуют, где-то не очень, но в целом ожидания примерно как ожидали, так и результаты показывают. В конце дня видно будет, какие результаты. Но я надеюсь, что наших целей мы поставленных задач достигнем. И в этот раз ребята не подвели. Собрали целую россыпь медалей. Пять золотых, три серебряных и семь бронзовых. Продолжение следует... Продолжение следует...